Друзья мои, это Украина-24. Витаю всех. Нагадую вам подписывайтесь на канал, смотрите нашу информацию, оставьте свои фидбэки, свои комментарии. Сегодня с нами Борис Филатов. Витаю вас, пана Бориса. Витаю, витаю. Ну вот я начну, Борис Альбертович, начну с того, что вчера и сегодня продолжается, что в Мариуполе, вот ребята не сдаются. И сколько бы там Путин не грозил, потому что он будет проводить какие-то парады и так далее. Проводить парады на огромных братских могилах и делать из Мариуполя гетто, конечно, это вообще стилистика победителей. Как вы вообще читаете все эти новости? Как вообще, что вы испытываете, когда вы это все слышите и видите? Ну, я вам скажу, буквально перед тем, как с вами попасть в эфир и в этом интервью записывать, я буквально повесил трубку, разговаривал с мэром Мариуполя, Вадимом Бойченко. Мы с ним созваниваемся где-то, ну, один раз в день точно. И он рассказывает, что ситуация тяжелейшая, поэтому без боли на это смотреть просто невозможно. И уже все понятно. То есть они должны своему глубинному народу к 9 мая показать хоть какой-то успех. Соответственно, я так понимаю, что будет очень серьезная интенсификация действий в районе, боевых действий в районе Азов-Стали, для того, чтобы, ну, вот хоть что-то им показать. То есть они хотели выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Это уже явно видно, что у них не получится, и скорее всего, не получится никогда. Да, слава нашим ЗСУ. Поэтому, я думаю, сейчас они сконцентрируют все свои усилия на Мариуполе, для того, чтобы рассказывать, что они пробили коридор в Крым, хотя они и так бегают по всему югу, и все прекрасно понимают, что сопротивление на Азов-Стали не мешает им, скажем так, иметь возможность передвигаться по югу и рассказывать про какие-то коридоры. Это знаковая вещь для Орды. Якобы деноцификация логова Азова, то есть зачем мы будем повторять их тезисы, пропаганды? Посмотрим. Молимся за Мариуполь, молимся за Азов-Сталь, молимся за наших ребят. А вчера у вас там уже была бомбежка. Знаете, у меня теперь уже другого занятия нет. Как только там обстреливают Одессу, Харьков, Днепр и так далее, я тут же бросаюсь своим друзьям и пишу, что у вас, как там, вы живы, все нормально, вы в бомбоубежище. Что вчера было? Ну, давайте я разделю эту историю на две части. Я объясню, почему. Потому что, понятно, они сейчас пытаются уничтожить нашу инфраструктуру, в первую очередь дорожную, воспрепятствовать переброске материальных ресурсов, вооруженных сил на фронт. И стреляют и по тяговым подстанциям, и везде. Поэтому, как бы, их тактика, она понятна. Запустили они по нашему Амурскому железнодорожному мосту вчера ракеты. Ну, я опять бы не хотел вдаваться в подробности, так скажем, с попеременным успехом. То есть мы сегодня уже восстановили движение по мосту. Но я хотел бы здесь остановиться на другой стороне вопроса. Во-первых, для понимания, это не просто железнодорожный мост, по которому ездит состав. Это мост железнодорожного автомобиля. По нему проходят маршруты общественного транспорта. И трамвайные, и троллейбусные. И машины ездят граждане. И в тот момент, когда они бомбанули ракетами, представляете, если бы они накрыли мост, в котором в трамваях ехали люди, простые, обычные гражданцы. То есть, ну, выродки просто. Ну, вообще слов нет никаких по этому поводу. И второе замечание. Что такое Амурский мост для Днепра, Днепропетровска и Екатеринослава? Это первый, так называемый, старый мост, который был построен еще в 1884 году стараниями Александра Николаевича Поля, отца основателя нашего города, человека, которого все мы чтим, и которого могилу я нашел, хотя она была утеряна несколько десятков лет. То есть это человек, которому город обязан всем. Своей славой трудовой, возрождением. То есть Александр Николаевич 13 лет ходил в правительство для того, чтобы этот мост был построен и связать Кривбас с Донбасс. То есть это символ нашего города. И они ударили по символу нашего города. То есть они ударили фактически по сердцу нашего города. Ударили по Александру Николаевичу, по его светлой памяти. По памяти людей, которые город это строили. То есть у нас в городе много есть мостов, но они почему-то решили выстрелить именно по Амурскому мосту. То есть для горожан это вообще, ну, ну это знаете, как, наверное, в Харькове, обстреливать парк Горького, который Гена Кернес строил с любовью для харьковчан. Ну, это невероятные вещи. То есть они имеют в том числе символизм очень серьезный. Да, я вчера смотрела видео с этими взрывами в парке Горького. Думала, господи, если бы Кернес это видел, он, наверное, проклинает их с того света. Потому что он так же городился, так гостей водил в этот парк. Это первое, что он показывал. Да, это так. Это так. И я когда приезжал в Харьков, тоже. Первым делом меня туда отправляли. В комнату ужаса, на колесо. Гуляли мы, сладкую вату кушали. Но это в голове ни одного нормального человека не умещается. Вот, знаете, война вообще всю матрицу обновила. Ей же, понимаете, несмотря на то, что там есть какие-то политические силы, которые продолжают одни и те же срачи жевать, но вот есть они, да. Мы видим, что все здоровые люди, независимо от своих убеждений политических, еще чего-то, они все стали на защиту страны. Их вообще, вот сейчас, вот вас, наверное, меньше всего волнует. Вилкула меньше всего волнует. Других меньше всего волнует. Там Труханова, еще кого-то. А что там, кто, с кем и как. Вот, поэтому, когда сейчас вот начинается в сетях, а Вилкул был таким, а тот был сяким. Как вы вообще к этому относитесь? Ну, человек сидит в кривом роге и защищает свою родину. Я сейчас просто не о Вилкуле. Я сейчас вообще о подходах, честно говоря. Какие у вас ощущения от этого? Ну, у нас вообще такая, знаете, матрица, к сожалению, в стране, как только чуть-чуть становится легче, чуть-чуть, хотя я сейчас не испытываю вообще никакого оптимизма по поводу происходящего. Понятно, я всегда верю в нашу победу, и мы в любом случае победим, у нас выхода нет. Но вот сейчас, как только, даже нельзя назвать это стабилизацией фронта, но, по крайней мере, карта перестала двигаться с такой ужасающей скоростью, как она двигалась в первые дни войны, действительно начались какие-то дрязги, выяснения отношений. Что-то там депутаты начинают придумывать. Опять же, я не хочу говорить по поводу конкретных политических сил, но я вам скажу так, вот, например, у нас очень хорошие отношения с профильным комитетом. Я принимал участие в профильном комитете, сейчас принимался закон об расширении проекта местного самоуправления, передачи полномочий мэром, не буду долго рассказывать. И то уже этот законопроект заспамили. То есть накидали туда 300 поправок каких-то глупостей и все. И мы, как бы, мэры городов выступали на комитете и говорили, что давайте как-то, уважаемые коллеги, во-первых, нас не обманите, ничего не придумайте, но при этом вы своих других коллег угомоните, для того, чтобы законопроект был принят, а не рассматривались правы. Ну, я не буду говорить, это вам, наверное, ближе и лучше видно, но иногда такое ощущение у нас здесь возникает, что для некоторых киевских политиков война уже закончилась. Понимаете? Не для президента, не для его офиса, но для некоторых уже, да. То есть начинаются такие мелкие интрии. Но это наша страна, как бы, это страна победившей демократии, как я часто смеюсь. Может быть, даже это и неплохо. В Израиле я очень хорошо знаю историю этой страны, так там даже во время самых серьезных войн тоже были внутриполитические кризисы и выяснение отношений внутри. То есть мы очень, кстати, с израильтянами похожи в этом отношении. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы вот этот общественный консенсус, который у нас появился в начале марта или в конце февраля, он продолжаться и дальше. Еще война не выиграна. И все должны это понимать прекрасно. Говорят, что вы там своим всем девочкам, подчиненным женщинам, всем всем сказали, что кто хочет и может, надо уехать. И там побеспокоились о людях вы и там всему близкому окружению говорить, что кто хочет остаться, может остаться, а кто нет, тот нет. Как вообще вы относитесь к... Потому что тоже же есть вопросы к тому, что все должны быть на фронте или нет. Я когда, например, когда вижу что-то там такое в социальных сетях, я думаю, почему эти люди сейчас... Вот я видела страшные кадры из Днепровского госпиталя, страшные ребята вообще и раненые, и вообще там кошмар. И понадобится им потом помощь более серьезная, может быть, даже за границей. Но почему вместо того, чтобы не пойти и не помочь в госпитале, вот это все происходит? Поэтому как сегодня Днепр чувствует себя... Я долго вопрос задаю, извините. Как себя он морально чувствует? Вот что вопрос хотела задать. Днепр же город сильный. И, естественно, мы держимся, хотя наступает, знаете, такая усталость. У меня наступает все-таки 70-й день войны. И вот сегодня я, кстати, шел по улице и споймал себя на мысли, что у нас вроде как и кафе работают, и гости к нам приезжают разные. А я за 70 дней даже не зашел пиццу съесть, не говоря уже за ресторан. Поэтому такое ощущение иногда сюрреалистическое, то есть народ сидит под ракетными обстрелами, кушает в ресторанах. И, наверное, это неплохо, жизнь продолжается. Но я себе не могу этого позволить, даже просто морально. То есть вот так. Но есть усталость, но с другой стороны есть и привыкание. И когда вот вы говорили про девочек, то девочки-то уже почти все вернулись. Кто-то посидел за границей. Да, кто-то посидел за границей, кто-то посидел на западе Украины. Не люблю теперь это слово, оно не должно применяться западной Украины. Нет, западный и восточный. Есть запад и восток, и центр Украины, она и день. Поэтому почти все девочки вернулись. Но я, как человек, я никого не собираюсь осуждать, то есть, поскольку... Ну, это неправильно. Война на самом деле настолько ужасное и страшное вообще экзистенциальное явление, что она не бывает... Как это сказать слово? Она не бывает одинакова для всех. У каждого своя война. И каждый на этой войне должен сделать свой морально-этический выбор. Поэтому я не хочу делать выбор за других. И опять же, этот выбор осуждать. Особенно, если это речь идет, касается женщин. Женщин с детьми, пожилых людей. За мужчин призывного возраста тут говорить бессмысленно. А если это касается женщин, в отношении женщин, рассказывать, где они должны быть и чем они должны заниматься, ну, наверное, это неправильно. Особенно чиновникам категории группы А, как являюсь я. Согласны ли вы с тем, что за время войны в стране появляется новая элита? Новая управленческая элита? Это новая военная элита особенно. Мы мало знали о генерале Залужном до войны. Может быть, это к стыду своему, но я только узнала о нем, когда началась война. Видим, как проявились, знаете, одни мэроградов слиняли, одни предали, уехали. Другие, большинство, к счастью, остались и не отступили. Вот согласны с тем, что эта война отфильтрует. Но есть такое мнение, вот есть два мнения, какое вам ближе. Одни говорят, что в Верховной Раде в управлении страны должны будут сидеть те, кто воевал. Другие говорят, что, ну, это немножко разные вещи. Война и мирное время. В мирное время должны руководить менеджеры, которые могут в мирное время строить экономику и все остальное. Что вы думаете по этому поводу? Я бы разделил ответ на этот вопрос. То, что касается военной элиты, да, она, безусловно, появилась. И не только нужно говорить о роли Валерии, Валерия Федоровича, я имею в виду Залужного, а в том числе за эти 8 лет очень многие ребята, лейтенанты, я имею в виду с 2014 года, которые еще тогда были выпускники, которые только начинали свою военную карьеру, они сейчас очень выросли. То есть они стали полковниками, они стали генералами. То есть это как бы вообще, ну, это белая кость, понимаете? То есть это те люди, которые, скажем, их не видели, их усилия, но это совсем другая армия, совсем другие вооруженные силы. За военную элиту это бесспорно. Если говорить про политический, я не люблю слово политическая элита, политический эстеблишмент. Элита, наверное, к нашим политикам не совсем правильный термин. Поэтому если говорить про политический эстеблишмент, я бы не сказал, чтобы сейчас, скажем так, появился новый политический эстеблишмент, но могу сказать другое, что фактически эта война, она полностью обнулила весь политический спектр. Ну, то есть после войны все будет совсем по-другому. Будут другие лидеры, будут другие партии, будут другие лидеры общественного мнения. И вы, кстати, правильно сказали, очень много выдвинулось местных лидеров, причем я, опять же, не хочу называть фамилии коллег, потому что у всех разные ситуации. Кто-то попал под оккупацию, кто-то сидит в зоне активных военных действий, кто-то в глубоком тылу, но при этом, я вам скажу, у меня шикарные отношения, например, с львовской военной администрацией, с закарпатской. То есть, ну, просто ты звонишь и говоришь, Макс, дай вот это, раз приехало. Витя, дай вот это, раз приехало. То есть никто это не обсуждает. Ты позвони в Кабмин или в офис, пусть нам дадут команду. То есть, как бы, ну, тут у каждого своя роль. И к чему я это говорю? Что, понимаете, я думаю, что после войны все будет по-другому. Все будет по-другому. Ну, и мы в этой войне показали, что Украина, она сильна в первую очередь именно горизонтальными связями. Нельзя там говорить децентрализация, права местного самоуправления, хотя это тоже имеет значение. Вот она сильна именно горизонтальными связями, личными связями, связями между людьми, волонтерами. Ну, понимаете, да, как бы... Кромада называет. Да, да, да. Каждый городок, да. Да, ну, то есть, понимаете, когда мне пишет мэр Стрия Бандеревского места, и пишет, Альбертович, мне тут в Польше прислали скорую, я хочу тебе ее передать. Я ему говорю, слушай, передай лучше, кому это нужнее, в Харьков передай. Он говорит, то в Харькове уже купили, а я уже одну передал в Ахтырку, а вторую в Трестянец. Передам, наверное, тебе третью. Ну, конечно. Его ж никто об этом не просил, понимаете? И таких разговоров у меня десятки в день. С Драгобычем, с Тарасом Кучмой, с Винницей, с Сергеем Маргуновым. Ну, то есть, я даже не хочу всех перечислять, чтобы никого не обидеть, понимаете? Сейчас, там, Путин хразит, что на 9 мая что-то сделает. Я это обсуждаю с разными спикерами, но вот вообще отношение к этому 9 мая, ко многим другим вещам. Недавно был, как вы знаете, срач по поводу памятников. Надо их сносить, не надо их сносить, надо сжигать Пушкина, не надо. Вот вы же по какой-то прошлой жизни, вы же журналист, у вас гуманитарная база очень такая сильная. И, кроме того, вы очень сильный блогер. Я уверена, что у вас есть своя позиция на эту тему. Что вы думаете об этом? Ну, смотрите, я как бы могу высказать свою частную позицию, но всегда нужно не забывать о том, что городской голова, он выражает территориальный громадный интерес. Но, с другой стороны, опять же, городской голова не может идти на поводу интереса, он в любом случае отставит интерес территориальный громадный, он дал ей клятву. Но он должен быть лидером, иногда вести за собой. Сейчас я честно скажу по поводу памятников. Я не то чтобы раздвоился, но я сейчас принимаю это внутреннее решение. Я объясню, почему. То есть, это можно долго рассуждать по поводу имперских нарративов и всего остального. Но, вот, например, если мы говорим за памятник Пушкину в Днепре, понятно, что это как бы был памятник, который был поставлен исходя из имперских нарративов. Но территориальная громада Екатеринослава скидывалась на него деньгами. Это первое. И второе, в отличие, условно, от Мукачева, где тоже был памятник Пушкину, хотя Пушкин вообще даже не знал, что такое Мукачева. Или Тернополь, например. Пушкин был в Екатеринославе, он был отправлен в ссылку. Поэтому, как бы, для Екатеринослава Днепропетровской Днепра это как бы исторический персонаж. То есть, здесь есть привязка. А вот, например, у меня есть большой вопрос, почему у нас до сих пор стоит памятник Горькому. То есть, который не имел никакого отношения к нашему городу. И, опять же, при всем его таланте господина Пешкова или Пешкова, ну, мы прекрасно понимаем, как после Капри он вернулся. И фактически... Он был певец большевизма, тут все ясно. Да, с 2021 года фактически он делал Сталину карт-бланш. Поэтому, я думаю, что с памятником Горькому мы точно расстанемся. Это надо все применять индивидуально, понимаете. Короче, все индивидуально, да. Конечно. По поводу 9 мая, я скажу, ситуация очень простая. Ну, во-первых, возможны любые провокации. И, естественно, мы к ним готовимся. Не будет никакого официоза. Все, кто имеет искреннее желание пойти и возложить цветы к памятнику 152-й дивизии, к памятнику Славу, может, пойти это и сделать. Но это не будет речей, не будет никаких дедов на палочках, не будет никаких возложений мэрами, депутатами и прочим. То есть это памятник, праздник, который... Какой праздник? Это не праздник. Это тот день святой, который должен быть у каждого в сердце. И здесь мы, опять же, не имеем права никому указывать. Борис, вот рано или поздно, хотелось бы, чтобы рано будет победой. И, ну, я не знаю, как вы, наверное, вы тоже. Я все время думаю о том, какой будет послевоенная Украина. С какими вызовами и трудностями нам всем придется столкнуться. И я понимаю, что здесь мало восстановления инфраструктуры. Нужно будет запускать экономику. Нужно будет вернуть людей в Украину, хотя бы часть тех пяти миллионов, которые уехали. Нужно будет думать вот о моральном, о гуманитарном климате, потому что очень важно, чтобы не начался вот это вот, знаете, срач, кто больше патриот, кто меньше патриот, кто где был и так далее. Чтобы вот эта обстановка, когда все плечом к плечу, все помогают друг другу и все чувствуют себя частью единого народа, чтобы она вот сохранилась, чтобы это было, да, чтобы никакой политик, а мы знаем, что политики очень любят, не начал разделять людей и властвовать, понимаете, пытаться, по крайней мере. Вот что вам кажется, из перечисленного важнее всего? Ну, опять же, мы об этом говорили, то есть, я думаю, как вы говорите, срач, хоть это не очень такое корректное выражение, он будет в любом случае. Причем мы же прекрасно понимаем, очень часто подобного рода дискуссии, скажем так, их начинают инициировать те, кто в действительности очень мало сделал для того, чтобы остановить Орду или вложил в Победу. Понятно, что есть как бы те, кто имеет на это моральное право, но я к чему говорю, что в первую очередь, если такого рода дискуссии будут возникать, нужно понимать, кто является их инициатором и имеет ли он право на то, чтобы моральное право, в первую очередь, для того, чтобы такие дискуссии начинать инициировать. Это раз. Я уж точно такие дискуссии не буду инициировать в любом случае. Я уже сказал свою позицию по этому поводу. А вообще, ну да, это действительно очень серьезный вопрос, что будет после. И мы об этом начинать должны все сейчас задумываться, уже сегодня, потому что реально многие люди просто не захотят вернуться. Кто социализировался, у кого есть какая-то возможность. А кто-то будет продолжать бояться. Другие же вернутся и сейчас продолжают возвращаться. Я вам скажу, есть такая, не помню, рассказал или нет, есть такая теория группового мышления, которую социальный психолог Ирвинг научно доказал во время Второй мировой войны, когда нацисты бомбили Лондон. И он доказал абсолютно научным способом, что люди, если они видят, что правительство находится рядом, власти работают в интересах общества, они наоборот, даже под бомбежками, не хотят покидать свои города, а наоборот, объединяются. То есть, посеять у них страх и панику не получается. Это имеет совершенно обратный эффект. У людей возникает эффект группового мышления. Поэтому вот нам надо начинать думать о том, чтобы мы вот такое групповое мышление создали для всей страны, которая была бы объединена общей целью. Построить новую страну на основе правды и справедливости. Спасибо большое, Борис Альбертович. Знаете, я вам скажу так, что я знаю огромное количество моих друзей осталось и сейчас, кто на фронте, кто работает в тылу, но даже те, кто уехал, пока еще не встречало ни одного человека, который сказал бы мне, что он не хочет домой. Все говорят, хотим домой. Поэтому мне кажется, что большинство все-таки вернется, потому что большинство хочет домой. Спасибо вам огромное. Держитесь. Любим вас, надеемся на вас. И пусть Днепр стоит и живет, как только Днепр умеет стоять и жить. Все, слава вам. Спасибо, Наташа. До следующего. Меруем слава. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok